Уважаемые коллеги, всегда, скажем так, поражение печени, вот люпус нефрит, поражение ЦНС, всегда так, скажем, звучит, оно всегда выпадает у нас, поражение печени из-за потенциальных органов мишени при системной красной волчанке. Хотя, по многим данным, многих авторов, такое поражение встречается до 60-80% у наших пациентов. Безусловно, это представлено, как правило, такое поражение, это повышение печеночных ферментов, то есть действительно какие-то тяжелые заболевания печени мы видим крайне редко, это всего встречается примерно около 5% случаев. Однако, именно эти данные очень важны, потому что всю свою базисную терапию, которую мы выбираем, она у нас потенциально гепатотоксична. Итак, например, было 12-месячное перспективное исследование, которое проведено еще в прошлом веке, в 1984 году, большое количество пациентов, которым проводилось в том числе биопсия печени. И было выявлено, что, как правило, волчаночный гепатит протекает субклинически без каких-то выраженных изменений клиник-лабораторных. И, как правило, коррелирует со степенью активности волчанки и редко приводит к каким-то фатальным осложнениям таких, как царус печени. Хотя в литературе несколько имеется описаний о тяжелых поражениях печени, непосредственно связанных с системной красной волчанкой, вплоть до трансплантации. Но все же убедительно показана корреляция именно между повышением печеночных ферментов в крови и активностью системной красной волчанки. И, кроме того, именно лечение кортикостероидами приводит к нормализации. И с цитостатиками приводит к нормализации этих ферментов, что показано в многочисленных обзорах. Итого, на волчаночный гепатит, если кратко сформулировать, то, безусловно, он представляет собой затруднение и клинические и диагностические наши, в связи с тем, что абсолютно нет никаких специфических клинических и лабораторных маркеров. И, кроме того, при биопсии печени, к сожалению, мы тоже не получим какой-то специфической картины. И наиболее сложности у нас возникают, когда мы начинаем проводить дифференциальный диагноз между люпус-гепатитом и люпоидным гепатитом, он же аутоиммунный гепатит. И на повышение трансаминаз, безусловно, затрудняет подбор цитостатической терапии. Что касается морфологии люпус-гепатита, я решила уделить этому максимальное внимание в лекции, потому что морфология наиболее показательна, навсегда имеет отражение в клинике. Так вот, по морфологии был проведен огромный обзор, который включил в себя 168 исследований. И было включено достаточно много пациентов, которым была проведена биопсия печени при системной красной волчанке. И было выявлено следующее, что прежде всего морфология печени имеет под собой широкий спектр проявлений, как правило, ассоциировался с какими-то сопутствующими проблемами, а именно это вирусное поражение печени, лекарственный гепатит и аутоиммунный гепатит. И по морфологической картине каких-то патогномоничных признаков непосредственного люпус-гепатита, таких признаков, к сожалению, не существует. В микроскоп прежде всего можно увидеть различные стиатогепатит, портальную инфильтрацию, гемангиомы, артерииты, узловую гиперплазию, различную патологию сосудов, поражение портальных трактов, даже цирроз печени. Но какой-то специфики, к сожалению, нет. Итак, наиболее часто встречающиеся ассоциации при биопсии печени у больных со СКВ это вирусная инфекция ВС, первичный бильярдный цирроз, аутоиммунный гепатит, лимфома, гранулема, печеночная недостаточность и инфекции. На данном слайде такой суммирован некий обзор по данным различных исследований, где было разложено, так скажем, по полочкам различный спектр патологий печени при системной красной волчанке. Так, в обзоре Ванга 2017 года, куда было включено 9,5 практически тысяч пациентов, оказалось, что распространенность гепатита С выше при СКВ, чем в общей популяции. В исследовании Тахакаши в 2013 году было включено 206 пациентов с патологией печени, было выяснено, что причина стята гепатита, так распространенного при системной красной волчанке, является эта частота использования кортикостероидов. В исследовании Парка в 2004 году, куда были включены 304 пациента, гепатит коррелировал с активностью СКВ и часто встречались лекарственные гепатиты. В исследовании МАМУРИ, ретроспективное исследование 2013 года, была оценена распространенность аутоиммунного гепатита при системной красной волчанке, которая составила 8,8%. В систематическом обзоре ЛИ, 2007 год, 2017 год, было включено в исследование 113 пациентов с гепатитом при системной красной волчанке и было выяснено, что 30% пациентов дебютировало системной красной волчанке именно с проявлением люпус гепатита. Смертность от непосредственно гепатита крайне низкая, составила 1,7%. Исследование Коут Херри, это 2008 год, было включено 40 пациентов с терминальной печеночной недостаточностью, и как вы видите на представленном слайде, фактически как такового люпус гепатита здесь не оказалось. То есть все причины почечной, крайней стадии печеночной недостаточности у больных с КВ были другими. И исследование в 1986 году у 5 больных с СКВ, очень красиво, хорошо написанное исследование, выяснило, что люпус гепатит имеет мягкое и, как правило, бессимптомное течение. Итак, по особенностям люпус гепатита, какие мы можем сделать выводы. Так, в частности, в большом систематическом обзоре ЛИ, как я уже упоминала, было включено 114 больных, и из них у 30% развился именно волчанчный гепатит и Бюти СКВ. Была отмечена некоторая корреляция. Прежде всего, что чаще всего наблюдался волчаночный гепатит у пациентов с поражением артритов, гематологическими изменениями практически больше половины пациентов и с люпус нефритом. Кроме того, в другом обзоре около 56, почти половины больных с системной красной волчанкой развилась патология печени на момент дебюта системной красной волчанки. И при биопсийном исследовании только у единиц оказался непосредственно волчанчный гепатит. 40% – это лекарственный гепатит, 16% – стиатогепатит. И уже когда был поставлен диагноз СКВ, то оказалось, что больных с поражением печени гораздо больше, около 70%, и в основном это лекарственные стиатогепатиты. Итак, наибольшую сложность, которая представляет собой в клинической практике – это диагностика между люпус-гепатитом и люпоидом, он же аутоиммунный гепатит. Итак, аутоиммунный гепатит ассоциируется прежде всего с повышенным риском развития ССЗ, так же, как и СКВ. И наоборот, ССЗ увеличивает риск развития аутоиммунных заболеваний. При волчаночном гепатите, аутоиммунном гепатите очень похожая клиника, и она зачастую сбивает с толку это вне печеночного направления аутоиммунного гепатита. Может быть артрит, сыпь, гипергамоглобулиномия, наличие А на хороший ответ на лечение ГК. И около 25%, если вот как раз этот обзор, который приведен, очень интересный, то есть взяли исследователи и пересмотрели по критериям ICR поражение печени, оказалось, что 25% из этого исследования удовлетворяло критериям аутоиммунного гепатита, хотя такого заболевания они не имели, как было доказано при биопсийном исследовании. А вот наоборот, эритема лица, автостоматит, лиричный капени, протеиноурия наибольшая характерна для именно аутоиммунного гепатита. И если так суммировать целиком в такую таблицу дифференциального диагноза, то при аутоиммунном гепатите безусловно имеется другой иммунологический спектр. И как раз таки здесь биопсия печени позволяет увидеть некоторые специфические, ну можно сказать, падэкдомонические признаки аутоиммунного гепатита, это некрозы перепортальной области, так называемый пограничный гепатит, образование розеток из гепатитов, значительная лимфоидоклеточная, плазмоклеточная инфильтрация и конечно аутоиммунный гепатит чаще, с исходным цирроз, в отличие от волчанчного доброкачественного гепатита. И как на представленном слайде, такие антитела как гладкой мускулатуре, к рибосомальному белкупе и панкреатическому антигену, конечно это все прерогативы аутоиммунного гепатита. Хотя патагномоничных морфологических признаков таких достоверных нет, но такая вот особенная картина, которая может встречаться с различными ступенчатыми мастовидными некрозами, может быть серьезным подспорьем в диагностике люпус и люпоидного гепатита. Вот те же самые исследователи предлагают нам некий алгоритм, который мы можем использовать в своей клинической практике для того, чтобы диагностировать правильно и расценить поражение печени при СКВ. Прежде всего это непосредственно иметь клинику-лабораторную картину поражения печени, связь с новым или предшествующим диагнозом СКВ, классификация заболеваний печени, ассерванных с СКВ и постараться выяснить, нет ли других причин в виде лекарственных, вирусных ожирения, алкогольного гепатита и так далее. И в зависимости от уже имеющихся пациентов с гепатитом, люпус с гепатитом или каким-то другим гепатитом, то есть определить лабораторную, включить диагностику, определить антитела, ана, и в зависимости от спектра уже предполагать вероятно есть СКВ, люпус с гепатитом или это все-таки какое-то другое изменение печени. Итого, где-то примерно в другом обзоре около 70% больных, подходящих под критерии аутоиммунного гепатита, на деле оказалось имеются только у 13% больных, поэтому эти критерии аутоиммунного гепатита, они, скажем так, несовершенны и вынуждают иногда идти на биопсию печени. Итого, выводы. Значит, печень часто игнорируемый орган-мишень при системной красной волчанке. Тяжелое поражение печени при СКВ встречается редко. После исключения инфекционных, метаболических и лекарственных причин повышения транс-аминаз может быть связано непосредственно с активностью СКВ. Многие авторы отмечают корреляцию повышения ферментов и нормализацию их после лечения кортикостероидами и цитостатиками. Таким образом, повышение этих ферментов не должно служить противопоказанием для цитостатической терапии, особенно при активной СКВ. И при диагностике не следует забывать об аутоиммунном гепатите. Если не помогает клинико-лабораторный механизм, то возможно использоваться биопсией печени, хотя она не информативна. Спасибо за внимание. Спасибо.